МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ФСБ потребовало у Яндекса ключи шифрования пользователей Яндекс.Почты и Яндекс.Диск. Компания находится в так называемом списке Яровой. В случае отказа ей грозит штраф и блокировка. Накануне стало известно, что Роскомнадзор потребовал данные пользователей приложения для знакомств Тиндер. В Екатеринбурге завели первое уголовное дело в отношении участника акции протеста. Его уже оштрафовали на 12 тысяч, а теперь будут судить за нецензурные выражения в адрес сотрудника полиции. Протестные настроения тем временем растут. Согласно опросу Левада-центра, 27% жителей России выражают готовность участвовать в акциях против падения уровня жизни и нарушения своих прав. Правда, о событиях в Екатеринбурге слышали всего 40% опрошенных, а об акциях в Архангельске и Ингушетии и того меньше. Американский Конгресс решил не давать визы и депортировать причастных к вмешательству в выборы. Закон принят единогласно. Сенаторы заявили, что это сигнал всем враждебно настроенным странам после попыток Кремля повлиять на голосование в 2016 году. Президентские выборы в США пройдут в следующем году. Сирия не откажется от иранской помощи даже в обмен на смягчение санкций США. Об этом заявили в местном парламенте. Накануне в прессу просочилась информация о якобы готовящейся сделке между США, Израилем и Россией по Сирии и Ирану. При этом на сирийских форумах критикуют союзнические ПВО за нежелание замечать авиацию Израиля. Накануне она разбомбила военный аэродром в Хомсе. Трамп тем временем заявил, что Россия подтвердила вывод большей части своих людей из Венесуэлы. В Кремле, правда, это сообщение опять опровергли. Шведский суд отказался заочно арестовывать Ассанжа. Этого просила прокуратура, чтобы иметь возможность экстрадировать его в Швецию. Адвокаты-основатели Викиликс назвали это маленькой победой. Срок давности дела о сексуальных домогательствах истекает в 2020-м. Каждый пятый британец живет за чертой бедности. Таковы данные доклада ООН о растущем неравенстве в Великобритании. По данным исследований, к 2021 году почти 40% британских детей будут жить в нищете. Причем дело не в безработице. Бедно живут даже те семьи, где все трудоустроены. Британия – пятая экономика мира. Коммерсант пишет о резком сокращении объемов перевозок РЖД. В мае они упали на 4%. Сильнее всего снизились перевозки зерна, нефтепродуктов, стройматериалов и черных металлов. Причина – падение цен на зерно, остановка нескольких НПЗ и отсутствие больших строек. Готовится к закрытию Марийский НПЗ, одно из крупнейших предприятий Республики Мариэл. Завод входит в группу компаний «Новый поток Мазурова». Два других НПЗ – Афипский и Антипинский – тоже на грани банкротства. В общей сложности там работают около 5000 человек. Остановлена работа шахты Распадская. Там обвалилась порода, погиб человек. Всего на момент аварии под землей находилось почти 500 горняков. В России стали меньше рожать. Детский омбудсмен Кузнецова рассказал, что за два года число новорожденных упало более чем на 15% и достигло минимума за 12 лет. Сокращается и население страны. Впервые за 10 лет миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль. В Нижегородской области турбаза отказалась принимать ВИЧ-инфицированных детей. Группу из 50 человек туда направил благотворительный фонд. Руководство заявило, что сотрудники отказываются работать с такими детьми, хотя и знают, каким образом передается ВИЧ-инфекция. Инцидентом занялся Следственный комитет. Каждый пятый выпускник начал принимать препараты от стресса во время ЕГЭ. Об этом пишут известия. 73% испытывают сильное нервное напряжение. В среднем на подготовку к экзамену школьники тратят 10 часов в неделю. Три четверти учеников для этого ходят к репетиторам. Аналитический ум больше не нужен, а нужно творческое мышление. Такое открытие сделал Роджер Мартин, признанный в 2017-м бизнес-теоретиком номер один в мире. По его мнению, нужно опираться не на имеющиеся знания, а постоянно придумывать новые идеи. В Мурманской области украли мост. Неизвестные разобрали целый пролет старой железнодорожной переправы через реку Умба и увезли 56 тонн металла на 600 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Редактор субтитров А.Семкин